Друзья, всем привет! К нам на Экзегет пришел замечательный вопрос. Звучит он так. Энергетические вампиры. Кто они? Ну, отрадно, что люди любят смотреть различные фильмы ужасов, потому что еще бы откуда они узнали бы такое слово, как вампиры. Все-таки в Евангелии и вообще в Библии мы такое слово не встречаем. Зато мы встречаем чудесный совет премудрого царя Давида, который говорит, с преподобными будешь преподобным, а с астроптивым развратишься. Безусловно, когда мы общаемся друг с другом, то ведь само слово общение, да, общее, мы друг друга чем-то наделяем. Поэтому если вы общаетесь с человеком, который желает вам зла, то так или иначе это зло к вам тоже перетечет, если, конечно, вы не будете в этот момент молиться. Если вы общаетесь с человеком пустым, то его пустота, она и у вас тоже окажется. Поэтому, опираясь на совет царя Давида, что с преподобными будешь преподобен, следите, пожалуйста, за тем, с кем вы общаетесь. Потому что если вы будете общаться с человеком, который вас провоцирует на пустословие, и это каким-либо образом не остановите, ну, например, не уйдете в сторону от общения с таким человеком, то, безусловно, вы тоже почувствуете какое-то опустошение. Если вы общаетесь с человеком, который злословит, ну, например, злословит власть церковную или светскую, злословит медиков, злословит учителей. Есть такие люди, которым, в принципе, только да, и вот нужно позлословить. Это я сейчас про всех нас как раз говорю. Ну, очевидно, что тогда, если мы общаемся с человеком, который злословит, мы тоже погружаемся в это злое состояние. Ищите тех людей, которые находятся в добром состоянии. Старайтесь общаться именно с людьми, которые в этом состоянии что-либо доброе говорят. Это тоже будет приносить вам пользу. Как говорил апостол Павел, да, что наставляйте друг друга псалмами и песнями духовными. Я отдельно только порекомендую, прежде чем кому-то дать, например, какой-то совет или прежде чем начать с кем-то говорить, подумайте сами, вы в этот момент не являетесь этим энергетическим вампиром. Вы с какой целью вообще собираетесь с человеком разговаривать? От большой любви к нему или от глубочайшей пустоты, или, может быть, от злобы, или еще от чего-либо. Так что, с одной стороны, мы все являемся так или иначе энергетическими вампирами, то есть мы что-то у других хорошее, доброе забираем. Но мы имеем право, имеем, подчеркиваю, право общаться с теми людьми, которые приносят нам пользу. Единственное исключение из правил — это те люди, которым самая заповедь библейская, нам говорится, с которыми мы обязаны поддерживать общение, это наша родня. Это отец, мать, муж, жена, наши дети. Но здесь нужно действовать по тому принципу, по тем советам, которые даны в Священном Писании. Это уже отдельные, конечно, вопросы, потому что и у мужа и жены одно общение, с родителями другое, с детьми третье. Но вот с ними мы не имеем просто так права разорвать все отношения, потому что Господь, правда, родственников ставит в особое положение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова